А информация по кустарникам, то есть вы боретесь, удобряете, 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 поливаете, поливаете, а кустарник сохнет и сохнет, значит какой-то вредитель в корне. Что-то там такое завелось вредное. Так, ребят, в общем, я продолжаю бороться за свой кустик. Вот, черноплодные рябины, точнее, три куста. Я заказывал, получил вот Маша Антихрущ, да что ж такое, та самая Маша Антихрущ, это я заказал препарат, 100 мл на 3 литра, здесь написано, проливать 2-3 дня. И заказал вот такой препарат Валар, от личинок майского жука тоже. В общем, я одну пачку засыпал Валара, вообще его идет вот 40-50 грамм на 10 квадратных метров. Как бы и заглублять желательно, и под корни можно бросать при пересадке. Ну вот я одну пачку кинул, я, наверное, сегодня еще одну пачку кинул. И сегодня вот третий день, тут литр, третий день я вот лейку полью Антихрущом. Ну, результат будет виден, я так думаю, только весной. Как себя будет чувствовать кустик. Пойдемте посмотрим, как он выглядит, этот кустик. Сейчас я разведу все это дело. То есть, я разводил уже 300 миллилитров, 300 с копеечками миллилитров. И вот сейчас я тоже 300 с копеечками миллилитров на лейку. То есть, где-то 10 литров около того воды. Вот, все вылил. Возьму сейчас валар пачку одну. И под кусты все это мы засыпем и польем лейкой. Чтобы все пролилось. Перемешивать практически не надо, но я перемешиваю этим гаечным ключом. Ой, в честном доме хорошо, под рукой вся косячина есть. Сегодня я отдыхаю, сегодня у меня выходной. Так что я сейчас не спеша занимаюсь делами. На выброс. Бутылку пустую, пошлите. Погода у нас шикарная. Лето продолжается. Конечно, чувствуется уже свежесть. Ночами, утром и вечером в ночь. Но днем жарко. Также 30-31 градус. Жарища. Вот, поэтому все поливаю. Борюсь за все. Собираю потихонечку урожай. Вот, потому что черноплодка погибала, погибала. Я ее удобряю, 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 удобряю. А мне в комментариях пишет, Андрей, это вероятность есть, что это хрущ. Проболочник, хрущ. Хрущи, они едят живые корни. Поэтому, возможно, там у тебя поселились личинки майского жука. Я прочитал, они 3-4 года в земле сидят. Сидят и обжирают корни живые, мелкие, всасывающие вот эти корешочки. И получается, что остаются одни вот такие толстые корни. Как бы дерево живо, но уже не живо. Вот я снимал ночью. Вот снимаю днем. Видите, ветки какие-то уже засыхают. Тут листики ниже зеленые. То есть, как бы жидкость есть, но питательные вещества они уже не могут впитывать. Листья должны быть вот такие все, зеленые, хорошие. Но вот с этой стороны тоже плохо себя чувствует кустик. С этой стороны получше. Чего им понравился этот кустарник? Я так понимаю, рга тоже поражена. Не знаю, но как бы я вносил удобрения нормально. Разные удобрения. В общем, сейчас мы валар внесем и польем Маши антихрущ. По весне будем смотреть. Я никуда не тороплюсь. Сейчас уже результата понятная никакого не будет в весну. Вот, видите, вот ветка хорошая. Вот она, вот она. Одна молодая ветка. Вот она, вот вся такая должна быть. А она какая-то вот такая вся. Желтая какая-то, жилистая, белая. Это, видно, ветка молодая выросла. Молодых веток толком не растет, потому что, видно, все обжирается там. По весне увидим, погибли они, не погибли. Все это с дождями будет пропитываться в лунке. Ну, в общем, как-то так. И, видите, здесь у меня и крыжовник как-то вот так себя тоже плохо чувствует. Странная какая-то аномальная зона. Но если я увижу результат, то я тогда под все лунки в следующем году валар закуплю и засыплю. Он не дешевый, конечно. На что я, Маша, антихрущ, то этот валар я заказал на озоне. Вот, все полил. Все засыпал. Будем наблюдать за состоянием кустарника. Выживет, не выживет. Главное, чтобы перезимовало. Но если ветки большие не перезимуют, а препарат подействует, возможно, в следующем году просто начнут расти молодые побеги. Черноплодки. Потому что как-то так. Всем пока-пока. Такая информация по кустарникам. То есть вы боретесь, удобряете, 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 удобряете. Поливаете, поливаете. А кустарник сохнет и сохнет. Значит, какой-то вредитель в корне. Что-то там такое завелось вредное.